Уважаемые коллеги, доброе утро. Вас приветствует брокерская компания Китфинанс. У нас уже Новый год. Всех поздравляем с наступающим. Желаем всего самого лучшего. У нас еще будет время для того, чтобы подробнее поговорить о наступающих делах. А сейчас видео-брифинг Эспрессо, на котором мы в течение ближайших 10 минут постараемся поговорить о том, что за внешний фон у нас складывается на открытии торгов в Москве и где ждать индексы сегодня в течение дня и на закрытие. Напоминаю, что Эспрессо, несмотря на праздничное, предпраздничное настроение, не последний из видеобрифингов, которые мы подготовили для вас сегодня, далее идем по нашему стандартному расписанию. В 11 часов ставки сделаны Олег Крот и Эдуард Ланчев о текущей торговле с точки зрения своих инвестиционных идей. Затем Дмитрий Шигардин Фрэш об открытии торгов в Москве, о открытии торгов. Нет, в Европе не будет сегодня торгов. Просто, наверное, поговорить про какие-то интересные темы, потому что сегодня ничего интересного не будет. Думаю, что обсудят что-то глобальное. Затем кратко о срочном. Олег Архипов о том, что происходит с точки зрения производных финансовых инструментов. И в 16.00, а я думаю, что не будет сегодня, да, Елена Беляева в 16.00. Будет она, да? В 16.00 будет Елена Беляева и видеобрифинг не так страшен чарт. Она расскажет о графическом анализе текущей ситуации. Вот такой план работы. Сейчас давайте переходить к Блумбергу, хотя смысла, наверное, немного сегодня в Блумберге. Итак, прежде всего давайте посмотрим на то, что у нас происходило в Соединенных Штатах в пятницу. И здесь мы видим у нас позитивная динамика, и это скорее хорошо. Около процента прибавляли основные индексы американского фондового рынка. Новостной фонд был скорее противоречивым, были доводы и за, и против движения вверх. Но тот факт, что рынки предпочитали обращать внимание на хорошие новости и закрыли день у максимумов дня, говорит о том, что скорее существует у нас направление, предпочтение для движения наверх на ближайшие дни. Наверное, так можно пятничную торговлю откомментировать в Соединенных Штатах, но есть некоторые но. Давайте посмотрим на график более длинный, это дневной график по S&P с начала года. Соответственно, здесь у нас что нужно отметить? Нужно отметить пятничную торговлю, потому что, во-первых, мы пробили 200-дневную скользящую среднюю, во-вторых, мы вышли в плюс по итогам года, что, конечно, тоже позитивный сигнал. Ну и плюс на максимум окня закрылись все это достаточно хорошие сигналы. Но тот факт, что объемы были смешными, совершенно не дают нам основания верить сильно в устойчивость данного тренда. Но, тем не менее, до конца года, судя по всему, американцы настроились двигаться вверх. И, скорее всего, завершат год по индексу S&P. Вот у нас остался только NASDAQ в минусе, ему там совсем чуть-чуть надо выйти для того, чтобы завершить год в зеленом цвете. Соответственно, думаю, что будут подтягивать отстающих в это время. Вот так у нас проходила торговля в Соединенных Штатах. На этом фоне торговля в Азии идет следующим образом. Сейчас давайте мы вернемся к индексам. Да, и главное событие сегодняшнего дня. Сегодня не будет происходить никаких событий. У нас закрыты рынки в Австралии, в Гонконге. У нас закрыты сырьевые рынки. У нас была закрыта вся Европа. У нас закрыты Соединенные Штаты. То есть никаких сигналов для движения не будет. Будем двигаться на каких-то внутренних вещах. Может быть, на ожиданиях завтрашнего дня, завтра, во вторник тоже немного событий. Но, может быть, ожидания потребителей, американский индекс позволит сформировать какие-то позитивные настроения. Но из того, что торгуются, давайте смотреть. У нас Япония торгуется сейчас в плюс синяки и плюс процент. Это скорее хорошо. Гонконг закрыт. В Китае, материковом Шанхае, у нас снижение на полпроцента. И, нет, Австралия тоже закрыта. Ну, давайте посмотрим на Индию, например. Индия растет на процент. А Корея, скажем, на полпроцента падает сегодня. Тайвань тоже в минусе. Но, если честно, как-то комментировать это, наверное, бессмысленно. Вот такая разнонаправленная динамика. Более содержательный, наверное, будет взгляд на, давайте глянем на фьючерсы. Но здесь у нас только для того, чтобы показать, что все закрыто. И торгуются только фьючерсы на Никее и на Шанхае. Но это мы уже видели на споте, поэтому неинтересно. Давайте посмотрим на сырьевой рынок. И тоже как раз для того, чтобы увидеть, что все у нас закрыто, кроме золота. Золото теряет 0,1% с открытия. Видите, похоже, ведь тоже закрыто. В Чикаго нет торговли. То есть сырьевой рынок тоже сигналов не дает. Давайте посмотрим на рынок Форекс. Я думаю, что это единственный бенчмарк, который будет сопровождать российские фондовые рынки. Поэтому основной график сегодня, который надо открыть для спекулянтов, это график по евро-доллару. Соответственно, будем отслеживать движение этого показателя. 0,12% прибавляет евро с начала торгов. И это сигнал к тому, что инвесторы готовы брать на себя утром риски. И вот, по крайней мере, утром смотрят вверх. Внутри дня евро выглядит следующим образом. Здесь мы видим выход наверх, на вот эту вот 1,2% и торговля вот в таком диапазоне. То есть пока без особых идей. Пытались было пойти вниз, но это минутный график у нас в терминале. Вот здесь день начался, и мы видим движение вот в таком коридоре вбок. Так, про это поговорили. Соответственно, сегодня на открытии торгов в Москве я бы, учитывая не очень хорошее закрытие в пятницу против всех остальных рынков, я бы ожидал и то, что на Болотной площади, ой, прошу прощения, на проспекте Сахарова ничего страшного не случилось, все вели себя хорошо. Соответственно, сегодня, наверное, будем отыгрывать пятничные падения и пойдем вверх. Сейчас разрешите на открытие. Сейчас разрешите, я открою наш традиционный опрос. Уважаемые коллеги, пожалуйста, голосуйте. Рост, падение, нулевая динамика или отсутствие идей. Через несколько минут мы подведем итоги и сверим числы на сегодняшний день. А сейчас разрешите, я открою график объемов. Так, здесь мы пока будем подгружать фьючерс на индекс РТС, а здесь у нас индекс ММВБ. Итак, сегодня я бы ждал движения наверх, наверное, в сторону 13.85-13.90, вот в этот диапазон. Далее торговля, скорее всего, пройдет в достаточно широком диапазоне, потому что волатильность, хотя нет, наверное, может быть, и просто заснем около маленьких уровней, но тем не менее, если говорить о наиболее вероятных диапазоне сегодня, то, наверное, снизу главной поддержкой будет уровень 13.70. Это вот те объемы, минимумы пятницы и четверга, и там, где у нас в начале недели проходили основные объемы. И, соответственно, сверху, ну, наверное, 13.95 вряд ли мы пойдем выше на 14.40 без отсутствия, в условиях отсутствия каких-либо идей. Сегодня по итогам дня, ну, про повестку дня, опять же, повторю, говорить бессмысленно. Сейчас я открою профиль рынка по индексу ММВБ, по фьючерсу на индекс РТС, кому интересно, пожалуйста, смотрите. Повестка дня, еще раз скажу, сегодня абсолютно пустая, все рынки закрыты, мы сегодня торгуемся только вместе с евро-долларом, да и в евро-долларе сегодня будет крайне мало объемов, это, соответственно, Форекс, объемов будет мало, и движения, ну, возможно, какие-то нервные движения и будут, но вряд ли что-то серьезное. По итогам дня, если приставить дуло к виску, то я бы голосовал за рост, но вообще на сегодня, наверное, полное отсутствие идей, может случиться все, что угодно. Обычно, ну, в целом, да, скажу, в целом настрой вроде как позитивный в мире, но, как правило, российские спекулянты, когда их оставляют наедине с собой, крайне пугаются такого состояния и начинают все продавать. В общем, скорее вверх, но возможны нюансы. Вот так бы я ответил на сегодняшний свой вопрос. Сейчас разрешите я закрою наш традиционный опрос, его результат у меня на экране. 44% за рост голосует, падение 8%, нулевая динамика 17%. Я сегодня присоединюсь к большинству, думаю, что есть поводы, ну, учитывая пятничное нехорошее закрытие, есть поводы подрасти, но, опять же, повторю, возможны нюансы, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Результаты опроса на ваших экранах. На этом буду завершать наш видеобрифинг. Да, у нас еще с наступающим, не вас с наступающим. Как западные биржи будут работать на этой неделе? Сейчас красная шапочка не сработает, как ваш красный свитер. Ну, кстати, может быть, и сработает красная шапочка, так что будьте, пожалуйста, осторожны. Еще раз повторю, возможно, очень неприятные движения. Спекулянты российские, когда их оставляют наедине, могут крайне нерационально себя вести. Про расписание. Сегодня не работает никто, кроме Гонконга, кроме Шанхая и Японии, из основных рынков. По, значит, следующим дням, сейчас я расписание открою. Так, со вторника начинают работать американские индексы. В Европе не работают, соответственно, Великобритания. Да, только и Великобритания. Все основные рынки работают, а со среды уже работаем все по полному рабочему дню до пятницы. В пятницу тоже торговля будет, но в Америке короткий день. Это как бы повлияет на ликвидность. Ну и в целом, хотя рынки будут работать на этой неделе со вторника или со среды, но дело в том, что традиционно многие уходят в отпуск на неделю после Рождества до Нового года, проводят это время с семьей, и, соответственно, крайне низкая активность торгов наблюдается в это время. В общем, думаю, что главная рекомендация, наверное, и лучшая тоже оставить рынки и готовиться к встрече Нового года. Шапочка идет. Вам спасибо, Татьяна. Все, на этом завершаю. Всем большое спасибо. До новых встреч. Увидимся завтра в 9.45 на видеобрифинге Эспрессо. До свидания.